Большой салют, уважаемые зрители, с вами Большой Герон, и сегодня мы говорим о талисманах из мультики про Джеки Чана. Да, тот самый. Так вот, эти талисманы Джеки Чан использовал для того, чтобы расправиться с силами тьмы и дать им хук слева, хук справа, и вообще установить демократию во всем мире. Но это я так шучу. На самом деле, да, эти штуки даруют вам сверхспособности, и эти талисманы нельзя никак скрафтить. Сразу в избежание путаницы говорю, что на самом деле модов на эти самые талисманы несколько штук, и в прошлый раз я образовал абсолютно другой мод с абсолютно другого автора, с другой игровой механикой. Здесь все, ребятушки, работает по-другому. Итак, давайте мы возьмем... Так вот, все эти талисманы нельзя скрафтить, как видите, у них абсолютно нет рецепта, никакого. Все они находятся в данжен. У двух из них пока что нет текстуры, и вообще, мод находится на стадии ранней разработки, то есть бета-версии. Давайте начнем сегодня с талисмана дракона. Для того, чтобы воспользоваться этим талисманом, вам нужно включить специальную менюшечку, открывается она на кнопочку B. Но для того, чтобы эту кнопочку B активировать, вам нужно закрыть свой инвентарь, а потом уже нажимать кнопку B английскую, которая выглядит как V русская. Дальше бьем талисман и кладем его в этот слот верхний. Все, он тут же активируется. И у меня будет резист от огня. Давайте порывеем на ифритах, ничего не подозревающих. Глупые, наивные ифриты. Попробуйте меня сжечь. Ну. И че? Я вообще не горю. Или как? На самом деле ифриты могут еще давать физическую атаку, а не только пуляться огнем. Ха-ха. Да, я не горю. Абсолютно никак. Дальше у нас идет талисман кролика, который вроде бы позволяет вам прыгать выше. Давайте попробуем. Я прыгучий, я прыгучий. Что-то я не вижу, чтобы это работало толком. Но я не великий эксперт по части ванильной игровой механики, ванильного мейнкрафта без модов. Чего не знаю, того не знаю. Будем считать, что я прыгаю чаще и выше. Дальше у нас идет талисман быка. Давайте его попробуем теперь в деле. Сразу убираем, и у нас мы получаем ускорение при копании. Ну что ж, давайте смотреть. Обратите внимание, с какой скоростью у меня работает кирка. То есть она в два раза быстрее примерно копает. Обалденно. Это просто подарок для всех любителей покопаться в земле и чего-нибудь там покопать. Так, а дальше у нас идет замечательный амулет к лошади, который по идее нам должен позволить быстрее бегать. Ей, я лошадь, я лошадь. Ладно, шучу. Дальше. Бьем талисман рыбки. Пока что он без текстурки, но тем не менее он должен работать. И у нас тут подготовлена специальная яма. Вон, видите, глубокая. Специально для тех, кто решил утонуть. И теперь смотрим, как он работает. Обратите внимание на пузырьки воздуха, которые у меня не кончаются. То есть можно, в принципе, под водой плавать вечно теперь. С этим амулетом. Ну и, наконец, пятый амулет. Давайте включим его. Талисман, как его называют, летучей мыши. Вот он. И у нас включается ночное зрение. Так, у нас день. Давайте включим ночь. Темную, темную ночь. Я все прекрасно вижу, как днем. Клево. И тоже вечное ночное видение. Но это мало того, ребятки. Вы сможете копировать эти талисманы. Для этого используется специальный пустой талисман, который тоже нельзя никак скрафтить. Он есть только в данжах. В сундуках. Давайте попробуем вот так скопировать. Вот сначала здесь кладете пустой талисман и тот талисман, который нужен. Все, вы его скопировали. И отдали, например, своему другу. А на этом все, дорогие друзья. Благодаря за просмотр. А также, если вам понравилось, вы можете подписаться, поставить лайк, позвать друзей. До новых встреч. Удачи.